Всем привет, ребята! И мою голову посетила довольно-таки интересная мысль по поводу нашего дракона Ксардараксуса. Олды наверняка помнят, что в старых версиях Ксардараксус имел совсем другую текстуру, а именно он был зеленым, был похож на других драконов и дышал ядом. Так вот, и я так подумал, а каким же образом он может вернуться? Вы скажете, а почему дракон вообще должен вернуться в игру? Разве разработчики его не убрали? Да, они сделали редизайн Ксардараксуса, теперь он такой устрашающий, черный и дышит огнем. Разработчики, а точнее Светлана, как-то говорила, что у них есть планы на зеленого дракона. То есть она не сказала, что дракона удалили из игры, а это означает, что он может вернуться. Да что говорить, покопавшись в файлах игры, я нашел текстуру зеленого дракона, так что дракончик вернется. Когда вернется, это уже мне неизвестно, но шанс, что он вернется, равен приблизительно 90%. Давайте же поговорим, каким же образом может камбэкнуться наш зеленый дракон. Первое, и что самое главное, это то, что дракон не будет Ксардараксусом. Да, это будет новый дракон с другим именем. Это во-первых. Во-вторых, мы точно так же сможем его получить или же скрафтить. Но как бы хотелось, чтобы разработчики прислушались и добавили дракона в космос. Скажите, а зачем? Причем тут зеленый дракон и космос? Как это вообще связано? Опять же, дракон, ядовитый дракон, отлично вписывается именно в космос. Почему? Давайте же объясню. На третьем ярусе космоса есть ядовитые грибы. Плюс, как другие питомцы, когда появляются в космосе, они получают эффекты отравления. Можно даже добавить зеленого дракона как босса. Вот смотрите, на четвертом ярусе у нас Феникс, на третьем Болотный Голем. Дракона можно запихнуть на второй ярус Луны. Там есть вот эти вот кислотные реки, и там он будет отлично смотреться. Ну или же добавить его на третий ярус. Хотя, ну, там уже есть как бы Болотный Голем. Плюс еще и Гоблин Ангел. Так вот, на второй ярус Луны дракон отлично вписывается. Также можно было бы ему добавить, например, чтобы он лечился от кислоты, или же от яда. Тогда такие оружия, как Боевой Топор и Охотчий Нож, просто бы лечили его. Практически у каждого дракона есть своя злобная версия. Там у Ашкора это Питон Испышка, у Арачи это Арагог, ну и так далее. Так вот, почему бы Зеленому Дракону не добавить его злобную версию? И, например, после победы над ним, возможно, бы выпадал какой-то новый ресурс, или же еще что-то. Или же за достижение открывался бы рецепт, и мы тоже могли скрафтить этого дракона. Ну вот, такие вот мысли у меня по этому поводу. В мою голову пришла вот такая вот идея, и мне кажется, что так было бы намного круче, если бы дракона вернули именно в космос. Пусть даже уже под другим именем, но в космосе. Ведь этот дракончик мне очень понравился, и я жду его возвращения. А вы пишите в комментариях, хотели бы вы, чтобы Зеленый Дракон вернулся? И напишите, как бы вы видели возвращение Зеленого Дракона. Ну а с вами был Влад19, всем пока-пока, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!